Подписчики нашего канала очень хорошо знают мою нежную любовь к продуктам CD Projekt Red. И да, да, простите, это будет ролик по киберпанку, еще один в вашей ленте, но постараюсь сделать для вас его полезным. Я бы хотел вычислить все те референсы и все те отсылки, и вообще выделить те моменты, которыми вдохновлялись создатели киберпанка и, собственно, как они создавали именно концепт всего этого мира, ну и персонажей в том числе. И да, мне это не свойственно, но в этом видео будут... Мясо, матюки, убийства и голые сиськи. Но это CD Projekt Red без этого никак. Ну что, всем киберпанк. Начнем с того, что так как киберпанк разрабатывался огромное количество времени, то, естественно, у концепт-художников, у дизайнеров было очень много времени для того, чтобы собрать практически ультимативный пак всевозможных референсов и отсылок. Даже если мы просто открываем игру, я сегодня ее, кстати, открыл в 6 утра по Москве, то даже вступительный ролик просто кишит огромным количеством референсов и омажей. Начнем с самого очевидного и самого заметного. Рекламные голограммы, которые транслируются прямо в трехмерное пространство. Это достаточно заезженная тема, которая была в призраке в доспехах, бегущем по лезвии, особое мнение. Такое ощущение, что CD Projekt Red вообще взяли всю научную фантастику, которую хоть как-то представляет будущее, и немножечко вытряхнули ее на киберпанк. В том же вступительном ролике, кстати говоря, были замечены полицейские машины, которые, похоже, перекочевали к нам из пятого элемента. Три следующих жирнейших референсы ждут нас, когда мы будем выбирать историю нашего главного героя. Когда мы выбираем его прошлое, мы выбираем между Кочевником, Дитя улиц и Корпоратом. Кочевник получился с таким безумным коктейлем, где в основе лежит вселенная Мад Макс, и здесь CD Projekt чуть-чуть присыпали это сверху отсылками на Far Cry 5. Этот ролик должен был называться «Как использовать абсолютно все существующие референсы в интернете и сделать игру года». Дальше мы берем «Прошлое корпората», и оно является коктейлем из двух элементов. Это, конечно же, фильм «Эквилибриум» с его тетраграмматон-клериками, а также фильм «Облачный атлас. Линия Сангми» и «Бойцы организации Единодушия». Кстати, «Облачный атлас», посмотрите, очень хороший фильм. Третий вариант. «Дитя улиц» полностью взят из тех самых антиутопических фильмов, где главный герой очень хорошо знаком с жизнью улиц, умеет там выживать и так далее. Основной референс здесь был, как мне кажется, это «Побег из Нью-Йорка», а также в этой истории присутствует отсылочка на GTA 5 «Историю Франклина». Если мы берем общий дизайн самой игры, то, например, игровой шрифт полностью перекочевал из третьего ведьмака. Это, кстати говоря, было доводом многих конспирологов о том, что события третьего ведьмака и киберпанка развиваются в одной вселенной. Если начать играть за кочевника и добраться до радиовышки, то создается небольшое ощущение, что CD Projekt Red поиграли-таки в «Метро Исход». А также явно читали «12 стульев» и «Лифа и Петрова», потому что на радиовышке есть надпись «Здесь были Киса и Ося». А рация-передатчик вообще называется «Нокота», что является комбинацием двух брендов — «Нокия» и «Тойота». А форму рации — это комбинация пейджера «Кассио» с дизайнерским японским брендом «Скинарма». Более того, в пустыне даже есть отсылка на фильм «Укуренные» с Чичмарином и Томми Чонгом. А я хочу напомнить, что это только первые 10 минут игры. К слову говоря, жизнь пустоши не взята полностью с Мэд Макса. Также явно разработчики вдохновлялись фильмами Родригеса, такие как «Отчаянный» и «Однажды в Мексике». Напарник главного героя по контрабанде вообще разговаривает так, как будто он один из членов фильмов, в которых снимался Дэнни Трэхо. А в русском дубляже на озвучку ведущего Стэнли был приглашен Всеволод Кузнецов, который озвучивал Геральта в «Ведьмаке». Но вы могли не знать, что давным-давно он также озвучил Руберода в «Пятом элементе». И здесь очень многие фразочки, которыми пользуется ведущий Стэнли, перекочевали именно оттуда. Корбан, милый, в чём дело? Боже мой, смотрите, какой он красавчик! Мужественный, огненный, страстный, шикарный! Спонсор десятки нестихающие уличные воины в Хеймуде! Вернее, Всеволод Борисович, наверное, просто вспомнил старую роль и решил немножечко вырастить своего персонажа. Но вернёмся к концептам. Найт Сити как будто сошёл с полотен прекрасного Сида Мида, который был отцом всея Киберпанка. Естественно, с добавлением современных реалий, но куда уж без них. Сейчас будет небольшая минутка продажности, и мы быстро вернёмся к Киберпанку. Хотите сменить профессию, но не знаете, куда пойти, чтобы быть востребованным и получить удовольствие от работы? Весь декабрь онлайн-университет Skillbox проводит бесплатную онлайн-конференцию по профессиям будущего. Дизайн, разработка игр, кино, программирование, маркетинг. Марафон абсолютно бесплатный, доступен по регистрации. На Марафоне будут обсуждаться интернет-тренды, новые профессии и образование на примере реальных историй и кейсов. Сумасшедший разброс по профессиям будущего. Узнаете, как стать Java или Python разработчиком. Узнаете о профессиях бизнес-аналитик, сценарист и дизайнер-декоратор. Всё о киноиндустрии в 2021 году. Кем быть и как туда попасть? Вас ждут топовые спикеры практики из крупных компаний. Сбербанк, Яндекс, Алиэкспресс, Мэйлру, Варгейминг, Майкрософт. Всех участников ждут подарки от партнёров и розыгрыш полезных гаджетов. Регистрируйся на Марафон по нашей ссылке в описании и освой профессию будущего. Большое спасибо, если рекламу не перемотал или не перемотала. Продолжаем. Если говорить о концепте самого Найт-Сити, то это, конечно, безумный коктейль. Мне он напомнил конкретно Готэм из вселенной DC, причём именно из фильма Тима Бёртона 80-х годов. При этом тут явно лидируют моменты из особого мнения, где показываются подпольные операционные, подпольные нелегальные клубы и сомнительные развлечения для жителей города. Как только в игре начинается настоящее обучение и вы, простите, вставляете себе чип, это уже жирный намёк на Матрицу. Причём даже не намёк, игра будто кричит об этом, в конце концов у них есть Киану Ривз, я вас умоляю. Вот помяните моё слово, рано или поздно кто-нибудь сделает теорию, что на самом деле персонаж Киану Ривза в Киберпанке это Нео, который остался жить в Матрице и смирился со своей судьбой. Ведь, например, во время взлома дверей на ней загружается такой зелёный кот из Матрицы, очень похожий во всяком случае, только идёт он не сверху вниз, а снизу вверх. История со взломом объектов в играх давно не нова, в конце концов есть же вселенная Deus Ex, с которой, кстати говоря, здесь взято ну очень-очень многое. Деление объектов по степени взлома, степени угрозы, ну и в том числе по эффективности. Есть ещё пара референсов на Watch Dogs в виде обхода системы безопасности и дистанционного захвата цели. А после ликвидации цели к нашему Киберпанку подключается серия игр Hitman с возможностью прятать тела во всяческие ящики и избавляться от них таким образом, чтобы не заметили другие. Так что если кто-нибудь, когда-нибудь скажет вам, что «Ой, ваш персонаж похож на персонажа из этого фильма или игры», просто покажите им Киберпанк. Стелс-механики для скрытности перекочевали сюда из игр великого и ужасного Хидео Кодзимы. Да и сам Кодзима, кстати говоря, в этой игре присутствует, а вы можете посмотреть про него ролик на нашем втором канале. Кстати говоря, всем художникам, которые не используют свои наработки с предыдущих работ, обращаю ваше внимание, что создатели Киберпанка напрямую вставляют значки из Ведьмака 3 в свою игру. Хотя бы те же красные черепки для особо опасных врагов. Как я уже говорил, без поп-культуры здесь совсем не обошлось. На первой же миссии Ви будет реанимировать девушку точно так же, как это делает Винсент Вега в криминальном чтиве. А чуть позже на тренировке сцена драки с роботом взята полностью из фильма «Живая сталь». Кстати, если еще упоминать атмосферу Night City, то я рекомендую вам обязательно поизучать то, как профессиональные концепт-художники видоизменяют очень известные бренды для того, чтобы они начали жить уже новой жизнью в игре, но при этом имели вот эту вот жирную отсылку для того, чтобы игроки могли это все узнать. Фаст-фуд тут воплощен практически весь. Переделали логотипы Макдональдса, KFC, Бургер Кинга и слава богам, что они не знают про существование Black Star Burger. Также не обошли создателей и заимствование из замечательного мультсериала «Рик и Морти». И если «Рик и Морти» пародируют всю уже имеющуюся научную фантастику, то здесь разработчики просто взяли несколько концептов из «Рика и Морти» и уже воплотили в своей игре. А уж если я начну перечислять заимствование из аниме, то ролик так вообще никогда не закончится. Но две самые жирные отсылки — это, конечно же, анимация из мультфильмов Хаяо Миядзаки, а также, если присмотреться к некоторым людям в толпе, можно заметить известный Шеринган из «Наруто». Если мы немного поговорим об интерфейсе игры, то стоит упомянуть, что внутренний интерфейс нашего главного героя является небольшой отсылкой на интерфейсы Робокопа и Судьи Дреда. Вообще, как я уже сказал, интерфейс очень сильно напоминает Ведьмака. Вы можете для сравнения открыть Ведьмак 3 и посмотреть. Условно говоря, в Киберпанке его просто увеличили, расширили и изменили формы, со средневекового на неофутуристический. Вообще, Киберпанк — это рай для тех, кто хочет изучать интерфейсы и дизайн. По той простой причине, что, как я уже сказал, большинство логотипов, которые встречаются в Найт-Сити, это переработанные логотипы реально существующих компаний. А вот костюмы жителей Найт-Сити придется разбирать в отдельном ролике. На самом деле, костюмы жителей Найт-Сити — это комбинация из работ огромного количества модельеров. Здесь, конечно, сложно сказать, что было базовой основой для костюмов героев, но, тем не менее, я насчитал комбинацию из минимум четырех дизайнеров. Были взяты за основу костюмы Жанна Поля Готье, которые он делал для Пятого Элемента. Также туда были добавлены дизайнерские решения Карла Лагерфельда и Энди Уорхла. А яркие краски и капельку безумия в костюмы принес Такаши Мураками. Напишите в комментах, если хотите более подробный, там, я не знаю, получасовой ролик о разборах костюмов Киберпанк. Еще один элемент, который я выделил в игре, называемый редактор брейндансов, очень сильно похож на режим детектива из серии игр «Шерлок Холмс», когда у вас есть последовательная цепочка событий, и вы можете перематывать ее как вперед, так и назад для раскрытия какого-нибудь дела. Кстати говоря, эта фишка также работает в Detroit Become Human. Еще примечательный факт. Многие разработчики CD Projekt Red говорили то, что одним из основных референсов был фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться». По сути, тоже очень похоже. Недалекое будущее, трущобы и большое количество людей используют киберпанковскую технологию для работы и отдыха. Еще забавным референсом служит то, что когда герой в первый раз включает тепловой сканер, на экране на секунду появляется прицел хищника. Вот такая вот отсылка. И я сейчас перечислил всего лишь где-то 5% референсов, которые были использованы концепт-художниками в данной игре. После того, как я пройду киберпанк, я сделаю по нему более детальный и подробный ролик. Но надеюсь, мой сегодняшний мини-разбор вам понравится. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на треклятый колокольчик. А с вами был Алексей. Всем удачи и берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok